здравствуйте мои подписчики и гости канала это последняя девятая видео лекция посвященная машинам и аппаратам и линии производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов эта лекция посвящена устройству и принципам действия насосов и арматуры установок глубинного выращивания микроорганизмов я объединил в одной видео лекции описание насосов и арматуры поскольку это оборудование она устанавливается на трубопроводах для работы на стерильных средах со взвешенными веществами наиболее пригодны герметичные насосы с автономными контурами охлаждения и смазки подшипников автономные контуры заполняют стерильной водой или другой стерильной жидкостью без взвесей заполнение бывает непрерывным и разовым перед пуском насоса при втором способе заполнения охлажденная стерильная жидкость после пуска насоса непрерывно циркулирует в контуре подвергаясь промежуточному охлаждению в змеевиках насосы выпускаются как в горизонтальном так и вертикальном исполнении герметичный одноступенчатый центробежный насос со встроенным экранированным асинхронным электродвигателем предназначен для перекачивания различных агрессивных жидкостей температурой до 140 градусов цельсия для которых допустимо смешивание с водой с содержанием взвешенных частиц в виде пыли и песка до 5 процентов по объему размер взвешенных частиц не должен превышать 3 миллиметров насос состоит из рабочего колеса 1 посаженного консольно на вал 4 ротора 9 с помощью шпонки 2 и закрепленного винтом 3 и корпуса насоса 5 который крепится болтами 7 к фланцу 6 электродвигателя соединение уплотняется фоторопластовой прокладкой 8 корпус насоса выполнены в виде двух винтовой спирали чтобы разгрузить ротор 9 электродвигателя от радиальных сил для разгрузки ротора от осевых сил в рабочем колесе просверлены отверстия диаметром 2 с половиной миллиметра осевые усилия которые могут воздействовать на ротор от остаточной неуравновешенности колеса насоса воспринимаются питами выполненными из фторопласта сердечник 10 статора 17 электродвигателя крепится специальными скобами которые вводятся в продольные канавки пакета статора выступающие концы скоб загибаются на торцевые нажимные кольца и привариваются в расточке статора установлена тонкостенная гильза 19 герметизирующая его обмотки от полости ротора которая заполняется охлаждающей водой ротор 9 электродвигателя короткозамкнутый сердечник его набирается из стали и 11 и на оправке заливается алюминием для герметизации сердечника ротора и его алюминиевой обмотки с его торцов к валу 4 приварены нажимные кольца 20 и на наружный диаметр пакета надета тонкостенная гильза 21 герметично приваренная к нажимным кольцам корпус 11 станины выполняется из обработанной толстостенной трубы к фланцам 12 корпуса крепятся болтами подшипниковые щиты 15 и 16 соединение уплотняется прокладками 18 снизу корпусу приварены лапы 14 для крепления двигателя к фундаментной раме подшипниковые щиты 15 и 16 изготавливаются из нержавеющей стали втулку подшипника скольжения выполняют из стали 9х18 вкладыш из керамического материала подшипники электродвигателя смазываются и охлаждаются стерильной водой которая подается через патрубок в торцовой крышке 22 от постороннего источника этой же водой охлаждаются статор и ротор электродвигателя электронасос предназначен для работы под заливом чтобы вместе с водой в систему смазки не попадали взвешенные вещества установлена фильтрующая сетка 13 пройдя через сетку фильтра часть воды вошедший через отверстие 4 поступает через отверстие 6 в зону трения между втулкой вала и вкладышем подшипника смазывает и охлаждает подшипник затем через зазор 9 и выходит в полость ротора проходит кольцевой зазор между статором и ротором и через каналы 12 в корпусе переднего подшипника и отверстие 13 в рабочем колесе 2 попадает во всасывающую полость насоса и смешивается с рабочей жидкостью поступающей через патрубок 1 и перекачиваемый насосом через патрубок 3 в трубопровод в зону охлаждения статора и ротора вода поступает также по каналу 7 минуя подшипники другая часть воды по каналу 8 в заднем подшипниковом щите по трубопроводу 5 каналам 10 и 11 в переднем подшипниковом щите подводится к переднему подшипнику пройдя подшипник вода через канал 12 и отверстие 13 также поступает во всасывающую полость насоса на линии подвода воды на смазку и охлаждение подшипников устанавливают обратный клапан и манометр давление смазывающей воды должно превышать максимальное давление во всасывающей линии насоса на одну атмосферу нормальные характеристики насоса представлены на слайде насос изготовлен из стали 10х18н 9т рассмотрим конструкцию одноступенчатого центробежного герметичного насоса электронасос предназначен для перекачивания жидкости температуры от 70 до 260 градусов цельсия поэтому насосная часть отделена от электродвигателя специальным термобарьером насосная часть представляет собой одноступенчатый центробежный насос состоящий из рабочего колеса 1 закрепленного с помощью шпонки 2 и винта 3 на конце вала 4 ротора агрегата и корпуса 5 со всасывающим и нагнетательными патрубками корпус насоса прикреплен шпильками 6 к фланцу 7 термобарьера герметичность соединения обеспечивается паранитовой прокладкой 8 в полость термобарьера подается охлаждающая вода для ограничения передачи тепла от насоса к электродвигателю полость ротора так же как и в насосе рассмотренным ранее заполняется охлаждающей жидкостью циркулирующей в отдельном контуре смазки и охлаждения подшипников для осуществления циркуляции жидкости в автономном контуре смазки и охлаждения подшипников и частей электродвигателя на валу 4 ротора посажено вспомогательное колесо 9 импеллер которая крепится шпонкой 10 и гайкой 11 с пружинной шайбой к кольцам 16 станины приварена наружная обечайка 17 образующая водяную рубашку в которой размещен змеевик 18 для охлаждения жидкости циркулирующий в системе смазки подшипников змеевик выполнен из нержавеющей стали х 17 н 13 м 2 т сердечник статора 14 электродвигателя запрессован стальную станину сварной конструкции корпус 15 станины выполнен из толстостенной обработанной трубы для герметизации статора и его обмотки от полости ротора заполняемой охлаждающей жидкостью а в его расточке имеется тонкостенная гильза 19 из кислота стойкой стали х 17 н 13 м 2 т гильза приварена к втулкам подшипниковых щитов 20 и 21 герметичным швом для разгрузки ротора 12 от радиальных усилий корпус насоса выполнены в виде двухвинтовой спирали осевые усилия которые могут возникнуть в роторе от остаточной неуравновешенности рабочего колеса насоса воспринимаются питами 13 из фторопласта установленными между корпусами подшипников и упорными фланцами посаженными на валу ротор электродвигателя короткозамкнутый пакет ротора защищен от влияния жидкости двумя нажимными кольцами 22 приваренными к валу 4 и тонкостенной гильзы 23 приварены к кольцам герметичным швом кольца и гильза выполняются из кислотостойкой стали той же марки что и гильза статора вал изготовлен из трех сваренных между собой частей средняя часть выполнена из магнитной нержавеющей стали 1 х 13 концевые из кислотостойкой немагнитной стали х 17 н 13 м 2 т или аналогичных насос имеет два независимых контура движения и циркуляции жидкости основной и вспомогательной перекачиваемая жидкость по основному контуру поступает в камеру всасывания 1 и рабочим колесом насоса 2 подается в нагнетательный патрубок 3 жидкость протекающая через неплотности между колесом и корпусом по кольцу 11 возвращается во всасывающую полость насоса жидкостью 2 вспомогательного контура смазываются и охлаждаются подшипники и отводится тепло с внешней поверхности ротора и внутренней поверхности статора во вспомогательном контуре жидкость циркулирует непрерывно по замкнутому контуру циркуляция создается вспомогательным колесом 7 импеллером колесом жидкости подается в рабочую полость 16 а из нее часть жидкости поступает по каналу 4 змеевику 5 и каналу 6 к подшипнику 8 по выходе из подшипника жидкость проходит кольцевой зазор 9 между статором и ротором охлаждает их и через канал 10 в корпусе подшипника 15 возвращается во всасывающий патрубок колеса 7 другая часть жидкости подаваемой колесом 7 через канал 12 поступает в подшипник 15 проходит подшипник а затем по каналу 10 также возвращается к всасывающему патрубку колеса 7 в термобарьер 19 независимо от вспомогательного контура подается охлаждающая вода из сети водопровода по каналу 17 вода проходит камеру термобарьера и по трубопроводу 13 поступает в рубашку 14 статора где охлаждает наружную поверхность статора и жидкость вспомогательного контура циркулирующую по змеевику 5 затем через патрубок 18 сливается расход охлаждающей воды подбирают в условиях эксплуатации при этом необходимо чтобы температура обмотки статора не превышала 180 градусов цельсия и допустимая температура жидкости поступающий на смазку подшипников была не больше 60 80 градусов цельсия вспомогательный контур смазка и охлаждение подшипников согласно инструкции завода-изготовителя разрешается заполнять жидкостью отличной по химическому составу от перекачиваемой и нейтральной к ней на спиртовых заводах при перекачивании сред в цехе выращивания плесневых грибов и в бродильном отделении вспомогательный контур можно заполнять стерильной водой на слайде представлены нормальные характеристики электронасоса на слайде представлена техническая характеристика герметичного электронасоса производительностью 50 кубометров в час помимо герметичных насосов типа цнг в цехах выращивания глубины культуры и бродильных отделений спиртовых заводов могут применяться насосы типа х с торцевым уплотнением вала насосы этого типа хотя и не обладают полной герметичностью но обеспечивают большую стерильность по сравнению с насосами с набженными мягкими сальниковыми уплотнениями вала насосы типа х а выпускаются катайским насосным заводом производительность насосов от 3 до 530 кубометров в час напор от 18 до 72 метров температура перекачиваемой жидкости от минус 40 до плюс 80 градусов цельсия насосы выпускаются в четырех исполнениях а к е и в зависимости от материала деталей проточной части насос 2 х 6 1 от центробежного типа состоит из всасывающего по трубка 1 рабочего колеса 2 посаженного на вал 7 спирального корпуса 3 вал вращается в подшипниках качения 5 и 8 уплотнение вала выполняется торцовым с телефоном как показано на слайде насос соединяется с электродвигателем упругой втулочно пальцевой муфтой и устанавливается на общей фундаментной плите производительность насоса 20 кубометров в час напор от 18 до 31 метра допустимый кавитационный запас насоса для обеспечения нормальной работы на всех режимах должен быть не меньше четырех с половиной метров кавитационный запас установки в метрах определяется по формуле представленной на слайде при перекачивании насосом жидкости с различной плотностью создаваемый им напор и допустимый кавитационный запас выраженный в метрах не зависят от вида перекачиваемой жидкости потребляемая же насосом мощность прямо пропорционально плотности жидкости при работе насоса на разных числах оборотов его производительность напор допустимый кавитационный запас и потребляемая мощность изменяются и пересчитываются в зависимости от частоты вращения по формулам представленным на слайде на слайде представлены кривые изменения напора мощности кпд и допустимого кавитационного запаса для насосов 2х61 с диаметрами рабочих колес д большое 131 149 и 163 миллиметра поставляемых заводом-изготовителем закономерности изменения приведенных параметров насосов идентичны для всех выпускаемых марок насосов от полтора х 61 до 10 х 91 первая цифра это диаметр всасывающего патрубка в метрах уменьшенный в 25 раз а вторая цифра коэффициент быстроходности уменьшенный в 10 раз последняя цифра вид уплотнения напорная характеристика насоса этой же серии типа 4х12 1 производительностью 40 кубометров в час представлена на слайде заводы изготовители могут поставлять насосы типа х и сальниковыми уплотнениями по заказу далее мы рассмотрим арматуру для установок глубинного выращивания микроорганизмов стерильность процесса культивирования микроорганизмов требует применения в аппаратуре и коммуникациях связанных с процессом выращивания маточной и производственной культуры герметичной арматуры арматура должна исключать возможность проникновения инфекции в среду допускать возможность стерилизации арматуры и связанных с ней аппаратов и трубопроводов при температуре не ниже 130 градусов цельсия как показала практика эксплуатации таким требованием в полной мере может удовлетворять только без сальниковая арматура запорный диафрагмовый вентиль применяется на аппаратуре и трубопроводах для различных агрессивных сред минеральных и органических кислот солей и пищевых продуктов клапан покрыт защитной эмалью допустимая предельная температура среды от минус 15 до плюс 30 градусов цельсия условный проход от 10 до 100 миллиметров как видно из рисунка представленного на слайде вентиль не имеет сальника вентиль закрывается диафрагмой 1 которая клапаном 3 прижимается к седлу чтобы обеспечить герметичность закрытия по периферии клапана расположены свободно сидящие кольца 2 которые при опускании клапана давят на диафрагму и прижимают ее к седлу диафрагма изготовлена из температуры стойкого эластичного материала P42 обладающего высокими диэлектрическими свойствами и стойкостью к агрессивным средам с температурой от минус 60 до плюс 250 градусов цельсия из материала P42 изготавливаются прокладки и диафрагмы толщиной от двух до четырех миллиметров и диаметром до 500 миллиметров кольца а также этим материалом возможно футуровать детали несложной конфигурации для работы в системах автоматического регулирования выпускаются регулирующие диафрагмовые без сальниковые эмалированные клапаны эти клапаны применяются для работы с различными агрессивными средами и пищевыми продуктами при избыточном давлении до 10 атмосфер и температуре до 130 градусов цельсия клапаны выпускаются двух типов в исполнении НО нормально открытый то есть при отсутствии давления регулирующего воздуха на мембрану клапан полностью открыт пружиной в исполнении НЗ нормально закрытый то есть при отсутствии давления регулирующего воздуха на мембрану пружина закрывает клапан устройство собственно клапанов аналогично приведенному запорному диафрагмовому вентилю воздействие на шток клапана производится от мембраны сжатым воздухом подаваемым из воздуховода приборов автоматического регулирования герметичный вентиля 14S 91P силифонный футерованный герметичность штока вентиля обеспечивается сельфоном 2 помимо сельфона вентиль снабжен сальником 4 в Цель гарантии от сообщения с атмосферой, проходящей через вентиль среды при повреждении сильфона. Вентиль выпускают диаметром от 25 до 150 мм на давление 4 атмосферы и допускаемую температуру среды до 150 градусов Цельсия. Корпус по трубке. Уплотнительные поверхности фланцев покрываются фторопластом F4. Из этого же материала изготавливают сильфон. Сальник набивается фторопластовым уплотнительным материалом FUM. На трубопроводах вентили этого типа могут устанавливаться в любом положении. Привод ручной от штурвала. Вентили выпускаются также с дублированным дистанционным пневматическим и ручным приводом. Марка 14S69P. При перекачивании вязких сред, требующих обеспечения стерильности в цехе глубинной культуры, в бродильном отделении и других. Наиболее пригодные к установке на трубопроводах клапаны типа КРШ. Клапан регулирующий шланговый, который представлен на слайде. Клапаны этого типа предназначены для регулирования расхода агрессивных и вязких сред, шламов, пульп, суспензий, а также сыпучих материалов, транспортируемых воздухом. Внутри чугунного корпуса 1 клапана зажат между фланцами гибкий резиноткановый шланг 2, который является запорным органом. В нормальном рабочем положении шланг распрямлен и среда свободно движется по нему, практически без потери давления. Пережимая шланг двумя валиками 3 и 4, одновременно сверху и снизу можно менять проходное сечение шланга или перекрыть его. Валики связаны между собой двумя втулочно-роликовыми цепями 5, находящимися в зацеплении со звездочками 6. Клапан снабжен пневматическим мембранным исполнительным механизмом 7 с позиционером 8. С помощью позиционера импульс, получаемый от командного регулирующего прибора, преобразуется в более высокое давление воздуха, достаточное для работы клапана. При этом в мембранный исполнительный механизм подается воздух от постороннего источника с более высоким давлением. Наряду с пневматическим приводом клапаны КРШ по требованию заказчика могут быть снабжены ручным приводом со штурвалом для местного управления. Для термостойкости шланга его облицовывают изнутри фторопластом F4 или другими материалами с аналогичными свойствами. Также шланги работают при температуре среды от 120 до 130 градусов Цельсия. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству и принципу действия насосов и арматуры установок глубинного выращивания микроорганизмов. На этом мы заканчиваем рассмотрение машин и аппаратов линий производства плесневых грибов на Барде спиртовых заводов. Я надеюсь, что этот цикл лекций был для вас полезен. Мы с вами в течение более чем двух месяцев каждую неделю встречались и обсуждали это оборудование, машиноаппаратурные схемы, графики, расчеты. И я надеюсь, что в целом этот цикл лекций был полезен для вас. Если это так, то поделитесь этим видео в социальных сетях или отправьте ссылку на одно из этих видео или на все видео из цикла лекций. Ссылки я оставлю в описании. Вашим контактам из WhatsApp или Telegram. Я надеюсь, что и другим людям, вашим знакомым эти лекции будут полезны. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов не только в труде, но и в жизни. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok